Продолжение следует... 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 Буквально этой весной я защитила диссертацию. Диссертация была посвящена тому, как преподаватели и обучающие используют технологии в классе, касалось обучающихся в начальной школе. И результаты меня удивили. Я расскажу только о некоторых результатах, к которым я пришла, и расскажу о тех выводах, которые я сделала. Я с удивлением узнала, что есть очень интересная тенденция, которая, возможно, свойственна не только в США. Да, преподаватели используют много технологических устройств, и зачастую учитель более технологически подкован, чем многие люди. Возможно, это связано с тем, что в школах, в принципе, есть соответствующее оснащение. Более того, преподаватели — это профессионалы. И хотя у них зачастую небольшая зарплата, но обычно ее хватает на то, чтобы у них была возможность освоить новые технологии. Кроме того, для учителей это всегда большой плюс, потому что если они хорошо подкованы в технологии, они могут использовать ее и на занятиях, и потом использовать в личных целях дома. И, в принципе, по моим исследованиям, учителя очень хорошо были подкованы. Но в особенности они были хорошо подкованы в использовании в личных целях. Но они не всегда правильно используют технологии во время занятий. Почему это так? Они на самом деле ее используют не так, чтобы она служила на нужды студентов. Очень часто преподаватели используют технологии для связи с родителями, может быть, для каких-то покупок и, естественно, общения в социальных сетях. Это те навыки, которые нам не понадобятся в школе при работе с детьми. И на самом деле преподаватели не знают, как использовать технологии в классе. И встает большая проблема. Я встречала большое количество преподавателей и учителей, которые хотят использовать технологии, которые им по душе. Я как-то общалась с одним учителем, который говорит, «Я люблю использовать Twitter». И, к сожалению, его коллеги не использовали Twitter, и он очень расстался по этому поводу. Я удивилась, почему тут расстраиваться? А мне этот учитель объяснял, «Да ты что, Twitter – это так здорово!» Но он смог дать ответ, чему ученики могут научиться, если учитель будет использовать Twitter, в чем будет преимущество для студента. Поэтому два совершенно разных подхода – технологии для себя и технологии в классе. Потому что, когда вы используете технологии для себя, вы используете для вашего преимущества, а в школе вы должны думать о преимуществах для студента, для ученика. Итак, поговорим о детях и о влиянии на их образование, новых технологий. Поговорим о детях до четырех лет включительно. Было проведено огромное количество исследований, более двух тысяч. И посмотрите на данные. Огромное количество детей, по сообщениям родителей, до четырех лет, напомню, проводят в интернете хотя бы час. Проводят хотя бы час в интернете. И при этом даже годовалые дети были среди исследований, и были те, кто проводил по часу в интернете. И подавляющее большинство детей хотя бы какое-то время проводило в интернете. Посмотрим на возрастную группу от пяти до восьми. Некоторые из этих детей уже, естественно, ходят в школу, и частично интернет может использоваться в школе. Но что меня удивило? Примерно 50% родителей таких детей говорили о том, что их дети от пяти до восьми лет проводили большое количество времени в сети. И, кроме того, родители сообщили, что у детей были странички в Фейсбуке. Я не понимаю, честно говоря, зачем пятилетки странички в Фейсбуке? Наверное, правда, им логин нужен только, чтобы зарегистрироваться в Гугл еще. Но мы часто говорим о цифровом следе, но сейчас ситуация ужасная, потому что этот цифровой след уже есть у детей пяти, шести лет. Итак, если посмотреть на исследование, кажется, что почти все дети используют в дошкольном возрасте технологии. у меня есть подруга, она уже бабушка, она удивилась, что ее внучка, полуторагодовалая, запомнила кнопку, какую мама нажимает кнопку, чтобы позвонить бабушке. и когда дочка моей подруги была очень занята, она могла... внучка моей подруги могла спокойно забраться и позвонить бабушке, нажав кнопку. И при этом девочка еще, внучка, даже не разговаривала, она уже могла позвонить по скайпу. И моя подружка Джин, она была просто в шоке, потому что, в принципе, даже никто из взрослых не знал, что внучка названивает бабушке. У меня есть и другие знакомые, которые очень много рассказывают о том, как дети самостоятельно используют планшеты, чтобы, например, слушать сказки. Это все замечательно, но далеко не у всех детей есть доступ в интернет, есть какие-то девайсы, и это не всегда хорошо. По согласному моему исследованию, 50% детей, с которыми я разговаривала, которые на данный момент обучались в четвертом классе, совершенно не умели пользоваться какими-то гаджетами до школы. И преподаватели об этом совершенно не знали. Вот что интересно. Преподаватели думали, что все школьники, которые к ним пришли, уже дома научились пользоваться разными устройствами. И поэтому они удивились моим данным, когда я бы сказала, что у вас 50% учеников в принципе только в школе познакомилось с гаджетами. Многие ребята только в четвертом классе впервые попробовали воспользоваться каким-то гаджетом. Я смотрела, чему учатся ребята в классах со своими преподавателями. Я проводила исследования в двух школах, в трех классах. Одна школа была в маленьком городе, и одна школа была в сельской местности. но на самом деле школа принадлежала к очень крупному округу, но сама она была сельской школой. Это была одна школа на 100 миль. То есть, по сути, дети могли встретиться только в школе, потому что они жили один в одной части округа, другой в другой, и очень далеко другу. Я говорю о Chromebooks для этого. Chromebooks в Америке это очень популярное устройство. Их используют специально на занятиях, чтобы сдавать тесты. И тестирование начинается уже с третьего класса. Все эти тестирования нужно проходить онлайн, и, в принципе, на тестирование отводится большое количество часов, в программе, и поэтому приходится использовать Chromebooks. И нужны компьютеры для каждого ученика, чтобы сдавать тестирование. То есть, с третьего класса по девятый класс у каждого ученика есть компьютер. И в основном это Chromebooks. Chromebooks это специфическое устройство, можно использовать интернет, там обрабатывать документы, но только если, естественно, хорошее соединение по Wi-Fi с интернетом. Но, как мы знаем, Wi-Fi работает не всегда хорошо. Что меня удивило, вы помните, 50% студентов, учеников вообще не умели пользоваться до школы гаджетами. и вдруг вот этот вот девайс от Chromebooks. И неожиданно им нужно работать с этим устройством и как-то обрабатывать документы. Естественно, им было тяжело. Безусловно, в большинстве округов в США мы используем еще другие технологии, например, используем Google слайды. Google такой буквально наставник дополнительный, который помогает ребятам осваивать технологию. почему используют Google? Все очень понятно. Google бесплатен. Так вот, пришли в школу ребята и они могли использовать эти Chromebooks только на работе в классе. И сложность тут в том, что кто-то из ребят мог потом дома с гаджетами что-то попробовать поделать потому что у них они были дома, а вот в 50% ничего не было. У кого-нибудь есть iPad на занятиях? Нет? Мы иногда их используем. Сложность в чем? Там проработаны игры, игры не всегда доступны, потому что это дорого, и поэтому иногда приходится покупать самые дешевые игры, самые простые. Например, для четырех классников вот здесь представлена на слайде игра, но в бесплатной версии там доступно умножение только до пяти. Плюс есть другие ограничения, например, что касается этого кликания. Все, что нужно делать, это в принципе кликать. Не так здорово. Да, приложение в принципе очень классная идея, но на самом деле для ребят это все становится просто маленьким соревнованием, надо быстренько-быстренько ответить на вопросы, и лучше всех теряется образовательная составляющая. ребятам хочется быстренько-быстренько ответить и потом узнать ответ. Они не пытаются продумать иногда взаимосвязь, почему они ответили неправильно и так далее. И даже если ребята делают несколько ошибок всего, игра может быть уже проиграна, и тогда соответственно ребята все равно расстраиваются, хотя на самом деле на большую часть вопросов они замечательно ответили. Что ж, есть еще замечательные приложения для обучения языка, и приложения могут помочь ребятам в прохождении программ, которые даются тяжело, например, кому-то дается математика тяжело, и можно с помощью приложения что-то делать. Мне кажется, мы должны иметь более всеобъемлющую структуру образования. Не просто внедрять там парочку приложений, а работать с технологиями так, чтобы они помогали ребятам именно получать, находить знания, быть творческими, работать в группах. Это одна из моих учениц. Что ученики мои должны знать? Технические навыки, которые многие не могут получить дома. Они должны понимать, как нужно безопасно вести себя в интернете, они должны знать о безопасности в интернете. Если ваши родители не используют компьютер, вы никогда не узнаете всю эту информацию от родителей. Также дети должны понимать, как нужно задавать запросы в интернете. Что касается технических навыков, навыков, да. То есть самое простое, как можно копировать, вставить, как можно что-то загрузить, какую-то может быть фотографию. Многие этого не знают. Это самые базовые технические навыки. Эти навыки нужно давать тогда, когда они ученику могут понадобиться. Например, вы родителей просите учеников что-то подготовить, и нужно сразу тогда продумать, какие им при этом понадобятся технические навыки. Нужно с ребятами повторить, научить их. Потому что мы должны всегда понимать, что ребята приходят с разным уровнем технической подкованности. Надо их поставить на один уровень. Я, например, видела, как преподаватели просят подготовить ребят презентацию. Презентация это хороший инструмент. Но я видела, они просят сделать в некоторых классах, в которых я работала, я видела, что учителя просят сделать одну презентацию в год. И этого недостаточно, потому что одна презентация, ты ее сделал, а потом смотришь, а кто-то сделал гораздо лучше. и нужно закрепление материала, нужно, чтобы объяснили, как можно делать презентации. Если вы хотите, чтобы ребята сделали какое-то домашнее задание, чтобы они обучились какому-то техническому навыку, надо хотя бы три раза в год им давать возможность попробовать себя в этих навыках. Если ребята выступают перед классом, это должно быть хотя бы три таких выступления в год, потому что тогда будет закреплен навык. Если вы хотите, чтобы они не сняли небольшой видеоролик, опять же, это должно быть хотя бы три видеоролика, потому что тогда они смогут улучшать свой навык. Им нужна некая модель. когда я смотрю, как ребятам помогают преподаватели, например, ребята говорят, ой, у меня пропала страничка, ой, я вышла на страницу в интернете, я не знаю, как это сделать. Что делают обычные преподаватели? Они просто сгоняют ученика и быстренько все делают, и ученик не понимает, как проблема была решена. А ведь учитель естественно знает, как делать, он свои навыки закрепляет, а ученик просто ничему не учится в этот момент. Если вы работаете с ребятами, сделайте так, чтобы они сами решали проблемы, а не вы за них. Если вы руководите делом технологическим в вашей школе, вы должны выстроить логичный план обучения техническим навыкам. Потому что, например, что-то выучили в первый год, на второй год должно быть закрепление и повторение. Это должен быть целый школьный курс на протяжении всех лет. Следующий пункт безопасность в сети. «Посмотрите, у многих есть аккаунты в Фейсбуке, но они совершенно не знают, как защититься, они не понимают, что все, что они там напишут, останется с ними на всю жизнь. Они пока не представят, что такое на всю жизнь, навсегда. Взрослые это не все понимают, что такое на всю жизнь. Поэтому их нужно учить балансу жизненному, сколько времени можно проводить перед компьютером, сколько времени нужно спать, учиться, гулять, потому что это очень важный баланс. Учитель должен показать, как понять, что перед тобой некая опасность в сети, как нужно себя вести в сети, чтобы не звучать грубым. Некоторые ребята считают, что они просто рубят правду. На самом деле, это откровенная грубость и некрасивое поведение. И следующий навык, который ребятам нужен, это навыки поиска в интернете. Ребята в младших классах обычно ищут по картинкам, они ищут какую-нибудь классную картинку, копируют, вставляют потом в какой-то свой документ и никогда не посещают сам сайт, чтобы понять, о чем вообще там был сайт и к чему там была картинка. И они называют это исследованием. Поэтому ребят надо учить именно поиску в интернете, чтобы это реально было исследование. Не знаю, может быть, вам тоже встречались ребята из старших классов, которые не умеют грамотно искать информацию. Мне такие встречались. И это очень страшно. В Гугле даже есть специальные занятия для преподавателей, которые помогут потом учителям научить ребят, как правильно искать информацию. Мы все выросли без Гугла. Подростки и всегда доверяют тем ссылкам, которые не находят. Обычно это первые три-четыре ссылки, они считают их самыми надежными, потому что они считают, что в поисковиках все ранжировано и вся информация проверена. в Штатах у нас всегда есть ребята, кто ищет дельфинов, им нравятся дельфины, но сначала, когда делают первый запрос, это всегда им выводится футбольная команда под названием дельфины. Они так удивляются. «Я же хотела просто найти картинки с дельфинами, а тут какая-то футбольная команда». И для меня это отличный пример способом показать, что когда вы делаете какой-то поисковый запрос, не всегда вы сразу найдете то, что вы хотите найти. Потому что поисковик устроен иначе. Здесь результаты одного из исследований. Преподаватели задавали вопрос ученикам, насколько они оценивают свои возможности технологической подковности. И только 7% опрошенных оценили свои возможности как очень хорошие при поиске отвечая на вопрос, могут ли они отличить ложную информацию от истины в интернете. всего лишь 7% если они не могут опознать истины это или ложь, это очень важно, это очень тревожно. В США и во многих других странах есть люди, которые легко ведутся на те лживые сведения, которые находят в интернете. И они принимают решения, используя вот эту лживую информацию. когда мы с вами учились, я, например, училась, вот, ну да, тут фотография, наверное, не из моей юности, но все-таки у нас были библиотекари, у нас были книги, и издатели читали книги, проверяли редакторы, все там было выверено. И когда ты читал книгу, ты мог быть очень ты мог доверять книги. Да, может быть, там какая-то инстаревшая была информация, но точно правдивая. И все, кто вырос с библиотеками и библиотекарями, не учились оценке информации, не учились оценивать критически то, что читают. И если мы, как учителя, не имеем этого навыка, представьте, ребят, они не учителя, у них еще нет образования. Естественно, они не могут дать оценку материалам, и поэтому преподаватель должен создавать специальную среду для того, чтобы научить их этому. Так что же делать? Обычно люди говорят о том, что надо больше давать новых навыков преподавателям. Я всегда за личностный рост. Не знаю, многие ли из вас получали какое-то дополнительное образование по поводу использования технологии в образовании. Но обычно как это заканчивается? Ну, вот как на фотографии. Кто-то сидит расстроенный перед компьютером, потому что все работает не так, потому что ничего не понятно, потому что преподаватель чувствует себя глупо, потому что нелепое ощущение стыда, но я считаю, что лучше всего для интеграции этих технологических всех новинок в образовательный процесс. Для этого нужен специальный куратор в школах, который будет помогать учителям, который может рассказать, как работает технология, который подкован технологией. Учитель сам по себе знает много в своей области и, может быть, немножко или даже много о том, как работают, как учатся его ученики. Я начинала работать в начале 90-х с преподавателем начальных классов. Я тогда тоже не очень много знала. Это было интуитивно. Я знала, как преподавать материалы. Я очень интересовалась технологиями. Я очень долго работала в большой корпорации. Я знала, как это работает в офисах. Работа с преподавателями это совершенно другое. От преподавателей что мне нужно, чтобы они знали содержание своих курсов. А мы уже в паре с преподавателем продумываем, что нужно ребятам, как им лучше преподавать информацию. И я была этим наставником, который помогал свести контент и технологию, проработать систему, как делать. Вот одна из преподавателей, Даяна, Даяна учила даже у моего преподавателя, это одна из самых строгих преподавателей, которые я когда-либо встречала. Я помню, мой сын пропустил у него какое-то занятие, и он безумно расстроился. Я помню, как он еще провалил экзамен, просто потому, что не подписал свое задание. И Даяна, надо отметить, была совершенно классным преподавателем, но она совершенно не могла использовать технологии. И она была так рада, когда я научил ее пользоваться базовыми какими-то инструментами, и ее занятия стали еще лучше. Я как бы преподавала с ней вместе, она мне никогда не давала говорить, но я была таким инженером. Но у нее занятия были совершенно волшебные. Я бы сама их так не построила. Я дала просто некие инструменты. И ученики были тоже в полном восторге. И все, что от меня требовалось, просто дать ей нужные инструменты. Все остальное делала она сама. Линда на фотографии. Это был очень интересный случай. Она ничего вообще не знала тоже на технологиях. ей было все равно. Потому что она работала с ребятами четвертого класса. Она считала, что они сами все что справятся с технологиями. Она все делала очень быстро всегда. Гнала программу и ребята в ее классах проводили 5-6 часов используя гаджеты в командах. Она преподавала чтение некой социальной науки и потом стала использовать только технологические проекты. Ребята работали всегда в группах. Это группы по четыре. Я дала ей инструмент рассказывать что-либо про методы обучения. Это было не мое. Она знала гораздо больше. Но я как наставник сыграла очень важную роль. Потому что я помню, как я уже перестала там работать. Линда мне дозвонила и спрашивала, как лучше построить технологические точки зрения. еще один пример. Один учитель, он только был начинающим, он когда-то преподавал в Эстонии, и были сложности языковые. И он постоянно подходил ко мне с разными вопросами, как мне помочь ребятам, как помочь с изучением вокабуляра и так далее. Принял такой день словаря, каждый ребенок одевался как какое-то слово, это должно быть слово, которое они не знают. Некоторые ребята должны были найти что-то очень сложное словечко, потому что у них был широкий словарный запас, а некоторые выбирали какое-то очень простое слово, потому что запас словарных был небольшой, и у них все равно каждый выбирал это слово, и в течение дня ребята должны были выучить слова, которые все выбрали, и в итоге они использовали какие-то визуализации, с помощью компьютера выводили эти слова на экран, и это традиция стала настоящей традицией, они проводили такой день каждый год в течение пяти лет, я думаю, и сейчас проводят. Итак, хочу показать вам пару проектов. Визуальная поэзия сделана просто в обычном ворде. Они стараются построить одновременно какое-то стихотворение и визуализировать его. Это интересный проект был, очень сложный. Я покажу такую часть. Это было слайд-шоу. Ребята работали в команде, изучали экосистемы, это было изучение тропического леса. Каждый ребенок или пара ребят должны были разрабатывать один из уровней леса, кто там живет, как живет. Поэтому первая группа создала подлесок, прорисовали тут животных. Следующая команда уже верхнюю часть леса исследовала и пришлось делать такой слайд-пирамидку со всеми слоями экосистемы. И для ребят это было очень интересно, потому что они должны были очень креативно подходить к своей работе, как что построить. и еще один проект наверху. Ребята должны рисовать. Если ребята рисуют, визуализируют, они должны хорошо продумать. И тогда вам тоже как преподаватель становится понятно, понимают они что-то или нет. Это рисунок второклассника, это был очень талантливый ребенок, и здесь помещено очень много подписей, что очень хорошо. Это очень творческие проекты, и всегда групповые, и мне кажется, это очень важно. Наставник, куратор может создать хорошую атмосферу, помочь учителю понять, как технологии могут помочь в образовании. технологии. Иногда неважно, какие это технологии, не обязательно, что это самый последний какой-то iPod или какие-то классные приложения, потому что главное, чтобы технологии вдохновляли, давали какую-то важную информацию. мы должны дать ребятам навыки и возможность работать потом в группе, тренировать свои навыки, и тогда мы вырастим ребят, которые не будут сбивать с толку новые технологии. вот и все. Большое спасибо, Бонни.